МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кухня – это единый слаженный механизм. Здесь, как в часах, всё чётко и выверено. Вот почему главное в работе поваров – это взаимопонимание. Фидос, кинь мне! Плыв! Срочно! Да возьми ты, Лёв, в свой половник. Макс! Правда, не у всех это получается. А что ты мне тряпку кидаешь? А что ты мне зачем? А что ты меня дозовёшь? У тебя утка горит! Если верить теории буддистов, в прошлой жизни я совершил много чего плохого. Наверное, даже был Гитлером. Иначе я не понимаю, за что мне такое наказание, как ты! Вот именно из-за таких косяков я до сих пор и не могу попасть в элиту нашего ресторана. А ведь если бы я туда попал, я бы мог ходить с шефом в баню. Шеф, а можно с вами? Шеф! Даже не мечтай. Они никого с собой не берут. Это элита. Мы для них никто. А ты-то кто? Офигеть. Я здесь уже три года работал. Извините, но в данный момент ваше место занято. Ну, ты же знал, что каждый последний понедельник месяца мы здесь паримся. И вот уже который год. Вот же я среди почётных гостей висю, 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 висю. Ну, в общем, вышел Бондарчука. Я понимаю, всё правильно. Но ваш портрет не может заплатить предоплату. А человек приехал и заплатил. Я извиняюсь, а не могли бы дать шапочку для парной? О, какая неожиданная встреча. Агузик, а ты что здесь делаешь? Между прочим, это он занял ваше место. Я сейчас тебе эту шапочку знаешь, на какое место натяну? Шап, у меня встречное предложение. Сей, плесни как следует. Я сам, шап. Чёрт, опять ложанулся. Ну, во-первых, откуда я мог знать, что воду нужно было лить не на шеф, а на камни? И, во-вторых, откуда я мог знать, что вода в ведре ледяная? Да ладно тебе, расслабься. Ты же не кислотой его облил. Поорёт, поорёт и перестанет. Блин, я реально идиот какой-то. Вечно я перед шеф облажаю. Не парься. Мы все когда-то перед ним уважали. Серьёзно? А то. Я работал коком на корабле, потом в ресторане «Сиднея» и последние два года на круизном лайнере. Вот моё резюме. Настоящему повару никакое резюме не требуется. Его сразу видно по глазам, по трудолюбивым рукам. Я сразу увидел твой потенциал. Добро пожаловать в команду, сынок. Пей. Кури. Спасибо, шеф. Ну ты здесь посиди. А я сейчас. Это что ещё за хрень? Ты кто такой? Ты чё, мужик, берегашель попутал? Ты чё здесь делаешь? Собеседование прохожу! Пива! Между прочим, уже прошёл. Меня шеф взял. Кто? Недузу мне в рот. Шеф! Извините меня, пожалуйста, ошибочка вышла. Я готов вам всё возместить. Вот кубинский ром и сигары. Лучшего качества сам у кубинцев брал. Хорошо. Ты принят. Будешь работать два через два. Но бороду сбрей немедленно. Поварам на кухне с бородой нельзя. А вы? Ну, во-первых, я шеф. А во-вторых, это харизма. А у тебя красивый хвостик. Шеф, можно мне тоже бороду не сбривать? Понимаете, она удачу приносит. Она мне в шторм жизнь спасла. Прошу, шеф. Хорошо, иди, иди. Ну, чтоб ни один волосок с этой бороды не упал. Спасибо, шеф. Федь, ты меня извини. Тупая шутка получилась. Да ты меня тоже извини, если чё. Дебилы! Уроды! Я не напишу вас! Ну, почему это опять происходит в мою смену? Ну, что это с ним? Да Спартак опять проиграл, когда они... Играть научились. Ну, почему меня окружают одни инвалиды? Одни играют в дерьмово! Другие готовят в дерьмово! Морячо! Счастливый, говоришь, у тебя борода? Ни хрена она у тебя! Несчастливый! Да ладно, не бери в голову. Тебе тогда же лучше. Не надо меня успокаивать. Всё, увольняюсь. Но сначала пойду этому уроду всё выскажу. Так, шеф! Доброе утро! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Калека ты, калека! Наберут инвалидов по объявлению. Ты мучайся. О! Доброе утро, шеф! Так, я приветствую работников. Ножа, топора. Весело у вас тут, а? Мне ведь с тобой покалякать надо. О как, а? Я думал, что алкоголь... Печень твою вначале разрушена. А он хитрый, алкоголь. С мозга твоего начал. Змею выращиваешь, мохнатую, на роже. Офигеть! И что, он после этого тебя отставил? Да, сказал, что я мужик. Да и все мы косячили перед шефом. Лёв, а ты что, тоже лажал? Да ладно, никогда не поверю. Правильно? Потому что со мной у шефа никогда проблем не было. Да ладно, никогда? Тебе напомнить? Уважаемый, принеси-ка мне коньяка. А вам какого? Самого дорогого. Понял. Так вот. Был у меня один постоянный гость. Очень богатый. И этому постоянному гостю готовил только я. А он всегда заказывал одно и то же. Теплый салат с морепродуктами. Благодарю вас. Но бывали такие дни, когда меня не было на месте по объективным причинам. Ну, например, я болел. И тогда блюдо приходилось готовить Лёве. Но Лёвин салат гостю никогда не нравился. Не нравился. Я бы хотел заказать салат тёплый, с морепродуктами. Только, пожалуйста, у меня просьба. Пусть его приготовит ваш шеф, а не его помощник. В тот раз салат и удался. И Лёве очень хотелось узнать мой рецепт. Почему у меня получается, а у него нет. Лёв, тебе что, делать нечего? Шеф, там Тимур продукты привёз. Я могу принять. Я тебе приму. У меня точно такой же. Не понимаю. Лёв, ты что делаешь? Ты что, сожрал весь салат? Шеф, я просто хочу понять, что вы туда добавляете. Сейчас ты узнаешь. Значит, хочешь знать, что я туда добавляю? Да. А ты обратил внимание, сколько лет нашему гостю? Ну да. А ты обратил внимание, что он каждый раз приходит с разными девушками? И что ты об этом думаешь? Ну, это его сотрудницы или... Любовницы. Он с ними, Лёва, спит. А я ему в этом помогаю. Знаешь как? Я добавляю ему в салат виагру. Причём в лошадиных дозах. Мы с ним давно знакомы. Он мне пожаловался, я решил ему помочь. Посоветовал чудодейственный салат с морепродуктами, который ты схомячил. Это что, получается, у меня... Да, Лёва, да. Сейчас ты вновь испытаешь все прелести пубертатного периода. Шеф, когда будет готов мой салат? Гость уже нервничает. Расскажи через семь минут. Шеф, а что мне делать? Сиди здесь и жди прилива незабываемых ощущений. Да-да. Здрасте. Шеф сказал, лёд принести. Сказал, ударились. А, да. Я выдохнул. Руку. Я вам помогу. Спасибо, спасибо. Я, я сам. Да ладно, мне не сложно. Спасибо, не надо. Ну, как ты, Лёва, лёд помог? Не совсем. А, поговорить надо ведь. Нам с тобой поговорить надо наедине. Что такое бледное, а? Куда вся кровь делась? Нам поговорить, пошушукаться, говорю, надо. Что, глухих стал набирать, а? Дим, может быть, давай переговорим в зале за столиком? Я сам решаю. Я сам решаю, где мне переговаривать. Ясно? Встал и вышел. Он не встанет. В смысле, не выйдет. А, в этом смысле. Бунт? Ладно. Грибы жарили, да? Мухоморы, перенюхали? Грибы жарили, завтра переговорим. А ты открой словарь далее и почитай, что такое субординация. Месяц работаешь бесплатно. А если високосный, тридцать один день. Я все сказал. Намурлели. Да, Лева. Дорого мне встала твоя любознательность. Лева, Адяна, все уже ушли. Я весь для пола вымыла. Сейчас я сама ухожу. Хорошо, Айнур. До завтра. А вы когда домой пойдете? У меня еще кое-какие дела. Я немного поработаю. Вай, вай, вай. Жены у тебя нет. Была бы хорошая жена, ты бы столько не работал бы. Да, Лед, как же ты живешь с таким косяком? Я уже от стыда повесился уже, наверное. У тебя была такая возможность, когда ты сам облажался. Когда я облажался? Напомню тебе. Подожди. Уважаемый, повтори-ка нам коньячку. Теперь напоминай. Так, Илья, хватит ржать. Кристина-то где должна быть? Быстро на свое место встречать гостей. Девочки, живо. Живо, вза. Соймись делом. Добрый день, мы рады видеть вас в нашем ресторане. Пойдемте. Я бы ее отфритюрил. Я бы ее тоже отфритюрил. Только она птица, не нашего полета. Мы для нее никто. Слушай, а ты кто вообще? Офигеть. Я бы сейчас с тобой одновременно устраивался. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Мы рады видеть вас в вашем ресторане. Угу. Мне тоже рад вас видеть, Кристина. Может, мы поужинаем сегодня? Ну, я вообще-то на работе. Да. Ну, я договорюсь. Это же... Значит, Виктория, мне на вечер нужен стол на двоих. Хорошо. И на вечер замените Кристину. Ну... Без всяких. Но мне это очень важно. Я сегодня... Не важно почему... Хочу сделать ей предложение. Да, предложение. Вот. Посоветуйте мне, пожалуйста, как красивее ей преподнести кольцо. Ну, вы же Кристину знаете? Она романтическая натура. Как? Дима, ты покажи ей циник от кольца. Это будет романтичнее всего. Нет, Витя, нет. Я не хочу больше покупать женщин. Хочу красивое. Все. У меня закончили ваниль для кримовой начинка эклер. Креми и жили. Правильно. Конечно. Молодец, картавый. Иди отсюда. Сам того не понимаю. Подсказал. Ну, конечно. В пирожное надо положить кольцо. Вы же помните, как она пирожное любила. Мы положим кольцо ей в пирожное. Она начинает есть. Бах, а там кольцо. Отличная идея. Конечно. Вика, нет, Витя, кольцо под твою ответственность. Я тебя очень прошу, аккуратнее. Во-первых, оно дорогое, во-вторых, оно еще в кредит. Не важно. Да ты не волнуйся. Все будет в порядке. Как дела вы? Где кольцо? Тут. Все готово, шеф Фуаля. Айнура! Вычту из пенсии. Где эклер? Я не брал. Сеня, Леша, ты брал отсюда пирожное? Нет. Сеня, ты что, сожрал эклер? Я плачу. И ты ничего не почувствовал? Было вкусно. Хозяин требует десерт. Где пирожные? Вот где-то здесь. Этот дебил его сожрал. Сюда. Где наш десерт? Еще пару минут. Они готовятся. Уже 40 минут. Сидим. За это время можно слону, чернослива напихать и запечь. Да. Я сейчас же потороплю. Сеня, выдай мне это чертово кольцо, семя. Шеф, не давите на меня. Я и так работаю над этим. Ну, как? Еще не разродился. Шеф, давайте я завтра нам это кольцо отдам. Я знаю свой организм. Часика в 8 утра где-нибудь. Да какой завтра? Ты до завтра не доживешь. Так, Вика, что происходит? Ничего. А что? Где мое кольцо? А откуда ты знаешь о кольце? Что думаете, я не знаю, что он хочет сделать мне предложение? Я над этим целый год работаю. Где мое кольцо? Вика? Его проглотил Сеня. Что сделал? Да. И мы сейчас пытаемся его достать. Кристина, не специально, нечаянно. Ах ты, сучий бар. Верни мне кольцо, урод, немедленно. Тихо, успокойся, успокойся, успокойся. Тихо. Да, милые, я уже иду. Ага. Так, если вы мне немедленно не вернете кольцо, я все рассказываю Диме. Поняли? Ты слышал? Да. Ну? Вот это старое, вонючее молоко, соленый огурец, шампиньон, грибин, должно помочь. Сеня, открой. Не открою. Я не буду это пить, я могу отравиться. Лучше быть отравленным, чем спортом. Куда? При мне. Витя, ну и что происходит? Десерт где? Сейчас узнаем. Луи, где десерт? Нужно еще немного подождать, чуть-чуть. Кольцо где? А вот кольцо ваше, в целости и сохранности. Витя, а что это такое, а? Почему кольцо у этого пентюха, а? А я ему отдал его на сохранение. Зачем? Так безопаснее. Смотри, как он здоровый. И потом у него есть тайное место. Уголок укромный. Давайте ваше кольцо, я спрячу его, пирожное. Это займет минут 10. Сейчас, сейчас. Без пирожных обойдемся теперь. Кристина, я подумал, ну его в одно место этот десерт. Дело же не в нем. Давай выпьем за нас. За нас до дна. Давай. А между прочим, я не считаю, что это был косяк. Знаете почему? Потому что вот вся вселенная не хотела, чтобы хозяин женился на этой стерве. Я не оправдываюсь. А я сейчас серьезно говорю, между прочим. Да, если бы тогда мой желудок не вернул кольцо, может быть, хозяин и не сделал бы ей предложение. Она бы сейчас не смогла отобрать у него ресторан. Вот ваш чек. А вы знаете, сколько этот коньяк стоит? Давайте скидываться. А никто не будет скидываться. Как? Почему? А мы скидываемся только в том случае, когда ходим в сауну командой. А сегодня другой случай. Ты нас пригласил. Здесь вся моя зарплата. отлично. Это будет тебе уроком. Вред не будешь хватать чужое. Вот так бывает в жизни. Ты стремишься попасть в элиту, лезешь из кожи вон, а в итоге... Я не понял. А где деньги? Если вы не собираетесь платить, я вызову полицию. Вот так бывает в жизни. Ты стремишься попасть в элиту, лезешь из кожи вон... Я извиняюсь, но там тысячи не хватает. Ага. Вот так бывает в жизни. Ты стремишься попасть в... Ой, не могли бы на улице подумать, а то там люди ждут. Ла-ди-да-да-да-да-да-да- Ла-ди-да-да-де-де-де-де-де Ла-да-да-da-da-da-де-де-де Ла-ди-да-da-da-da-де-де-де Субтитры подогнал «Симон»